Не, ну можем, если захотим. Я не знаю, то ли вы все вместе собрались и сделали это, то ли действительно помогли комментарии, мы залетели в рекомендации, получили больше лайков, но мы набрали 12,5 тысяч. Даже неделю не пришлось ждать. Я еще снижаю планку до 12 тысяч, потому что вы большие красавцы, но, опять же, просьба к вам, пишите комментарии, чтобы ролик залетал в рекомендации, чтобы он продвигался, и мы набирали больше лайков. Чем больше лайков, тем быстрее выходит следующая серия. Наберем 12 тысяч, и я сразу дропаю новую. Happy Go Lucky не должен останавливаться, я в вас верю. Ну и подписку на канал тоже оформляйте, потому что это тоже продвигает ролик. 80 рейтинг, 100 сыгранность, мы с вами поймали Криштиана Роналду. Это было неожиданно, это было круто, и теперь у нас состав, где есть Леонель Месси 93 и Криштиана Роналду 92. Самые лучшие карточки FIFA, если не брать кумиров. Состав смотрится действительно неплохо, более-менее нарядно, и самое главное, что и это не все, потому что сейчас нас с вами ждет на футхеде 5 золотых игроков в самом начале. Кто круче, Криштиана Роналду или Мбаппе? Честно говоря, очень сложно определить, но в любом случае в субботу мы узнаем, чья сборная круче, потому что Лига Наций, Португалия против Франции. Нас с вами ждет очень интересный матч, но сделать его еще более интересным помогут мои друзья Бэт Виннер. Ведь именно у них лучшие коэффициенты, самые быстрые выплаты, да и в целом это очень крутые и надежные партнеры. В конце концов, не без их участия, у меня в команде сейчас есть Криштиана Роналду 92 для Happy Go Lucky. Собственно и у вас есть шанс играть с Бэт Виннер и поднимать бабло. А используя мою ссылку в закрепленном комментарии и промокод FLOYMD при регистрации, весь ваш первоначальный депозит умножается на 2. Соответственно, вы можете больше поставить и больше выиграть. Ну а также, переходя по ссылке в закрепленном комментарии, вы реально помогаете каналу. Просто нажмите. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Закончилась та пора, когда рандомные игроки приносили нам и бронзу, и серебро, и что только они нам не приносили, потому что сейчас начинается то, когда мы открываем только золотых. Но первый нет. Оливье Жеру. Ну, честно говоря, нет, учитывая какое у нас нападение. Нет, нет. И последний игрок. Сисе. Игроками на футхете действительно нас стало сложнее удивить, но может быть нас как раз таки удивят Криштиан Роналду и Месси, которые сейчас отличатся так, что мы откроем действительно много игроков и кого-то поймаем. А мы ищем первого соперника. Но это ПЛ-связочки, конечно, очень опасные. Мане, Ауба, Пагба. Но из лалик тоже, ребят, не стоит недооценивать. Ох ты, как вот сейчас. Гризман бьет и 1-0. Просто первая же атака. Мы еще даже мячик не успели потрогать, как пропустили, но тут же кик-офф от Криштиана Роналду. Кули, Бали, ну успевать, успевать. Хорошо и чисто сыграно. А сейчас может и Месси попробовать. И хорошо, убрал защитника 2-1. Что за связка? Пока что по мячу забивает Месси и Криро, но мы 2-1 ведем. В защите, конечно, тяжеловато, но Кули, Бали, есть. Ой, какая передача. И нету оффсайда. И сейчас просто решить Криштиану. Перебрасывает. 3-1, дубль Криштиану. И важно также грамотно и уверенно играть в защите. Ваня отбивает. Кули, Бали, чуть не успел. На самом деле, на Криштиана Роналду можно даже попробовать навесить. Правда, это он сам навешивал. 45-ая минута мы ведем и... Блин, мы пропускаем. Мы все-таки пропускаем. Тут уже даже было понятно до того, как Ауба ударил, потому что зона была открыта. Ну, 45-ая это читерская минута и было, в принципе, понятно, что это может произойти. Мы по-прежнему пока что ведем, но это преимущество может быть недолгим, потому что разница только в один мяч. Ну-ну-ну, держать, держать. Почему так много защитников, в том числе и Кули Бали, дают Гризману ударить? Ну, я не понимаю. Да как это происходит? Ну, объясните мне. Ничего не спасает, Ваня. Мы выигрывали 3-1, сейчас мы горим 4-3. Я охереваю, честно говоря. Ну же, ну же, Криштиану. Ну, решай сам хорошо. Это хэтрик, это 9 золотых игроков. И мы еще поборемся за победу. Ну, и посмотрите, Гризман. Он убегает от Кули Бали, при том, что у него пейс не самый высокий. Блин, у него пейс 78. У Кули Бали, по-моему, и то больше. Криштиану хорошо отыгрываем. И это нужно забивать Жервинью сам. Подбора нет. К сожалению, все, мы проигрываем. Блин, очень обидно на самом деле. У нас же Криштиану Роналду, хэтрик, это 9 золотых игроков. Гол Месси, это 1 золотой игрок. 10 золотых игроков на футхеде прямо сейчас. В целом, конечно, открытие неплохое, но обидно за поражение. Нам бы с вами центр поля улучшить. Ну и защитку, конечно, с голкипером. Первый игрок, это, кстати, серия А. Но цапник нам, наверное, особо не нужен. Нет. На всякий случай возьмем. Нет, 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 нет. Так, цепешник из серии А. Ну, блин, по ИС-48, наверное, тоже нет. Потому что вряд ли он нам прям сильно... Хотя это португалец. Знаете, для Линка, для Криштиана Роналду на всякий случай можно и взять. Мало ли где пригодится, да. И последний игрок, это Верман. Это нет. Мы, конечно, проиграли, но Криштиану Роналду сделал хэтрик. И в общей сложности мы открыли 10 золотых игроков. Никто не выпал, это, конечно, другой уже разговор. Состав у нас остается прежним. И давайте найдем нового соперника. Блин, отклик какой-то ужаснейший просто. Да, у меня у самого, конечно, Криштиана Роналду, но в целом-то состав у меня похуже. Мбаппе. Посмотрите, как он легко и изящно расправляется со всеми. Блин, ну как-то очень просто он расправляется. Реально, такое ощущение, что пинк у меня только такой херовый. У него он нормальный. Месси хорошо и пас на Криштиану. И он не проходит, но зато мы зарабатываем пенальти. Так как он заработал, дадим ему шанс, удар и это 2-1. Но вместо этого розыгрыш Лео Месси. Опасно, но голкипер. Довольно жесткие соперники нам попадаются. Но и в целом мы можем что-то делать. Как минимум мы забиваем, отдаем передачу сейчас. И это должно было быть 2-2. Так все хорошо вроде бы сделал Криштиан Роналду, но не получилось. Посмотрите на эти выходы контратаки. Конечно же, Мбаппе 3-1. Не, ну моему серебряному голкиперу претензий нет. Он ничего не может вытащить такого. Месси с подкруткой. Неплохо, но ух, соперника-то Алисон есть. Ладно, мы можем забивать вполне Криштиан Роналду. Неплохо, но не получилось. Помешал защитник. И это выход Мане. И это очередной гол. Скорее всего, но Ваня справляется с ударом самого Мане. 3-1 после первого тайма. Мы горим, забили только спинки. Тяжело, очень тяжело. Я, между прочим, играю в десятером. И я как-то упустил этот момент. Я бы не сказал, что это прям как-то сильно мне хуже сделало. Может быть, даже и лучше. Но вот здесь чистый фол. И почему судья молчит, я не знаю. Криштиан Роналду. Криштиану! Ну же! 3-2. Ну, как минимум, Криштиану такие может забивать. И в этом он красавчик. В десятером играем и навязываем очень неплохую борьбу. Криштиану почему-то, блядь, не открылся. Хотя должен был. Так, Телиш. Телиш ошибся. И сейчас Месси делать на весе. Криштиану Роналду! Ну почему все пролетели? Почему никто не успевает за этим мячом? Мы играем в десятером. Я напоминаю, Лео Месси! Лео Месси! Забивай! Блядь, ближний открыт был. Сука! Давай, 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 давай. А что Криштиану-то не бежит? Ну как меня бесит то, что они так херово подключаются к атакам. И забивай! Я не знаю. То ли это пинг, то ли просто игра меня травит. Но не получается забить. Зато у соперника выходит абсолютно все. Отдать пас, передача, мане, гол. Мы проиграем 4-2. Играли в десятером. Играли достойно. Могли забивать еще самое главное. Но где-то не повезло. Где-то с коннектом на самом деле проблемы большие. И сейчас только два золотых игрока. Два золотых игрока это, конечно, совсем мало. Хотя, блин, мы еще совсем недавно открывали вообще рандомных игроков. Нам падала бронза, серебро. Сейчас хотя бы четкие игроки. Колман. Это правда, наверное, нет. И второй игрок. Кофаль. Нет. Ну как минимум Роналду и Месси стабильно забивают. А сейчас третьего соперника ищем. Надеюсь, получится победить. Ну пока состав самый простенький из тех, с кем мы сегодня встречались. Это, конечно, не значит, что нам сейчас будет просто. Но вот Жервиньо. Хорошо. Очень хорошо сейчас было. Жалко, не забили. Тут уже Дебало. Сейчас нужно продолжать эту атаку. Лево Месси. Месси забить. 1-0. Шестая минута. Много ударов. Много рикошетов. Но все-таки мы забиваем. Ой, как хорошо. Батагли поборолся. Забросик на Месси. Месси пустые ворота. Дубль. Восьмая минута. Дубль Месси. Мне это нравится. Криштиану отдает передачу под Месси. Месси. Месси, Месси, Месси. Хатрик. 9 золотых игроков к 20-й минуте. Ну и пока соперник не изъявил желание левнуть, мы продолжаем. Месси падает. Это не пенальти, но, по-моему, очень опасный штраф. Блин, соперник встает на штангу. Это, конечно, плохо. Но можно попробовать ударить прямо в уголок. Я, конечно, не знаю, получится это сделать или нет. Никогда так не делал. Надо было хотя бы посильнее. Ой, какая сейчас может пойти на Криштиана Роналду передача, перебросить. И это 4-0. Очень красиво Криштиану перебросил. Месси. Развернулся. Удар. Блин, а голкипер вообще работать будет сегодня, нет? 5-0. 12 золотых игроков за хатрик левым Месси. По всей видимости, еще и сейчас соперник левнет. В общем, большое открытие, скорее всего, нас с вами ждет. Сейчас будем считать. Если не левнет, открытие будет еще больше. Все-таки левает. Окей, 12 золотых игроков. Это покер Месси. Гол Роналду 1 золотой игрок. 2 золотых игрока победа. И 2 золотых игрока разрыв соединения. Сейчас нас с вами ждет 17 золотых игроков. Ну вот сейчас, конечно, было прям хорошо и по красоте. 17 золотых игроков. Очень сильно надо усилять защиту. И голкипера. Только не этого, пожалуйста. Из серии А дайте. Балехо. На всякий случай, кстати, да? Нет. Нет. Ну, давайте возьмем. Мало ли, все-таки я сделаю защиту из Ла Лиги. Если по сыгранности это будет подходить, то мы сделаем. Я просто в ПЗшнике и ЛЗшнике не уверен. А два ЦЗшника у нас точно есть. Нет. 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 Лукас Лейва. Да. Отлично. Вот это хорошо прям. Да. Нет. 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 А Самуа. Все же, наверное, нет. Нет. Мидел. Да, возьмем. Нет. И последний игрок. Это еще один игрок. Неплохой из серии А. Берем. Ну, в общем, есть над чем поработать. Как подумать над составом. Может быть, все-таки перевести именно защиту в Испанскую Лигу. В центре поля у нас, конечно, очень много классных игроков из серии А, которые сейчас навыпадали. Будем думать, будем смотреть. Все в следующем ролике. Ребят, набираем 12 тысяч лайков. Happy Go Lucky выходит новая серия. Пишите комментарии, чтобы ролик продвигался. Подписывайтесь на канал. С вами был Денчик. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok